Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. На поступе вопрос о том, что юная девушка, она только воцерковилась, и у нее пошли искушения. Одно из искушений – это лицемерие, когда, делая что-то доброе, девушка предполагала, премысленно представляла себе реакцию Бога, ну, как правило, одобрительную, что Бог ее одобряет. Вот такое некое раздвоение у нее в фантазиях происходило. Такой диалог с Богом, где Бог все время одобряет и хвалит за добрые дела. А потом, после этого, начинает появляться отвращение к исповеди, страхи о том, что она похвалила Сытого Духа и прочие-прочие искушения. И девушка спрашивает о том, что именно сейчас лучше сделать. Дай слабину и не переживать об этом. Или все-таки дальше бояться и тревожиться, и как-то, ну, мобилизировать свою духовную жизнь. Я, когда читал этот длинный вопрос, мне вспомнились слова Паисия Сытогорца. У него есть такой очень красивый образ, что когда человек плывет по бурному морю, и вдруг на него начинается шторм, идет большая волна, человек не борется с этой волной. Потому что перебороть эту волну, победить ее невозможно. А мудрый, можно только потерять силы, борясь с волнами и утонуть. А мудрый пловец набирает воздуха, подныривает под эту волну и ждет, пока волна, это огромная сила воды пройдет над ним. Дальше выныривает и плывет спокойно. И опять идет волна, он опять подныривает и опять ждет, пока волна пройдет. Вот такие волны, искушения в нашей духовной жизни, они происходят все время. Волны испытаний, это в нормальной, полноценной духовной жизни. Если у нас нет этих волн искушений, испытаний, то это значит, что, собственно говоря, мы уже утонули. Утонуть мы можем по причине как раз тех грехов, которые я наблюдаю, в которых люди не исповедуются. Самые страшные волны, самые страшные грехи, это как раз гордыня, о которой пишет девушка, и лицемерие, тщеславие. То, в чем люди, собственно говоря, не исповедуются, потому что они чувствуют этих грехов. Когда мы не чувствуем эти грехов, это значит, что мы ими порабощены, что они стали хроническими нашими заболеваниями. И духовной жизни у нас уже нет. Собственно говоря, мы ходим, числаемся, гордимся своим таким мнимым духовным подвигом, своим мнимым благочестием. Болезненно реагируем на укор и упреки окружающих, доказываем свою правоту до хрепоты, обязательно должны быть правыми во всем. Причем, собственно говоря, очень часто есть такое явление у нас, когда человек присваивает свое мнение святым отцам, и когда ему что-то кажется, что он о чем-то думает, у него какие-то идеи возникают, он их выдает за идею святых отцов. Вот святые отцы говорили так-то и так-то. Причем у человека даже под страхом смертной казни не добьешься цитаты. Какой святой отец говорил так? Когда? Где? Человек не может не называть ни одного имени святого отца, потому что это можно проверить, что говорил святой отец, что не говорил. Просто выдает свои мысли из-за мысли святых отцов. А иногда даже из-за слова Божия в Священном Писании. Такое есть. Это все искушение гордынь и многое другое. Оно обязательно к нам приходит. И если душа на это реагирует, если душа чувствует, что она гордится, если душа чувствует, что у нее возникает отвращение к исповеди, или к молитве, или леность к молитве, или она чувствует свое лицемерие, что она притворяется, то значит, эта душа здоровая, она еще плывет, она борется. И когда она подает искушение очень сильно, Господь не подает нам чаще всего непрерывные вот эти искушения, вот одной волной такой на длительном периоде, по нашей немощи, по слабости. А вот у святых, например, как у Серафима Саровского, были длительные искушения и тяжелейшие искушения. Почему святой стоял преподобный Серафим Саровский три года на камне? Потому что у него были длительные, тяжелые нападки бесовские. И надо было длительно и тяжело, трудно, подвижнически им противостоять. Или, например, у Антония Великого, как это рассказано в его житии. А у нас же бывают искушения, ну, какой-то короткий период, какие-то страхи суетные, какие-то тревоги, какие-то уныние, печаль, гордыня, лицемерие, и они по очереди, не все вместе нападают. Когда мы пойдем в церковь, когда мы поисповедуемся, когда мы помолимся, то это чаще всего отступает, и мы получаем облегчение. То есть Господь по мере нашего духовного возраста попускает нам все более и более тяжелые и сильные искушения, чтобы мы взрослые и становились сильнее. Ну, самый примитивный пример, как в спорте. Чем сильнее спортсмен, тем, значит, уже вчерашний вес ему не надо поднимать, он будет деградировать. Мышечная система будет расслабляться, ему надо все больше и больше вес брать, чтобы становиться сильнее и сильнее, и сильнее брать новые и новые рубежи, новые и новые рекорды ставить. Так и в духовной жизни. Чем ближе к Богу, чем сильнее мы становимся, тем тяжелее скорби мы претерпеваем. А потом все равно приходит утешение и длительные скорби. Ну, сейчас можно вспомнить многих святых, например, Силанафонский. Вот тоже Господь перед его скорбями, подвигами утешил личным явлением. Он видел Христа, который кротко посмотрел на него с состраданием, с любовью, чтобы он запомнил образ Христа, что Господь с ним его любит, готовя его к последующим скорбям и подвигам. Поэтому совет в любых искушениях не тревожиться сильно, не противостоять им, не унывать, не впадать в панику, не бояться, а ждать, пока это все пройдет. Пройдет смириться, молиться Господу, идти в храм на исповедь, сразу же идти на молитву, даже просто зайдя в храм, человек чувствует уже облегчение, что бесы отступают, что это искушение отступает. Там в храме волнорез, который останавливает эти волны. Этот камень, волнорез Иисус Христос, он останавливает эти волны. Поэтому в искушениях идите в храм, читайте Иисусову молитву, читайте Евангелие, идите на исповедь, на покаяние. Это тоже для познания Христа, для познания Его любви, что Бог всегда рядом, всегда ждет и без укоров принимает, и прощает, и помогает, и избавляет от напасти. Ну и вспомним слава Священного Писания, еще Гетхого Завета. «А сейчас, соберешься служить Богу, управи душу твоего искушения». То есть будут искушения, испытания для того, чтобы настали сильнее и больше познали Христа, Его всесильную помощь и любовь. Помоги вам Господин.